Просим жильцов срочно прийти и подписать соглашение на обработку персональных данных. Такие объявления чулнинцы обнаружили на своих подъездах. С просьбой помочь разобраться, обязаны они подписывать такие документы или нет, зрители обратились в нашу редакцию. Оказалось, что это дело добровольное. Обрабатывать персональные данные владельцев квартир, управляющие компании взялись для собственного удобства. Подробности далее. Должники и законопослушные жители теперь могут спать спокойно. Информацию о жилищных услугах управляющие компании им предоставят лично в руки. Через документ согласия на обработку персональных данных организации могут связаться напрямую с собственником жилья, вне зависимости от того, живет он в своей квартире или сдает ее в аренду. Когда люди бывают такое, что сдают очень много в наем, и бывает недоразумение, что претензии предъявляются не тому человеку, а при подписании данного согласия уже обращаются конкретно к тому собственнику, который зарегистрирован в этой квартире. На нехватку людей, которые приходят подписывать документ, управляющие компании не жалуются. Таких жителей достаточно. Надо, значит. И просто так спрашивают. В принципе, можно согласиться. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Ну, чтобы подешевле людям было платить. Но есть и те, кто против разглашения личной информации. На это у них есть свои причины. Я вообще никому не хочу доверять свои персональные данные. Об этом должны знать только в органах, как говорится, и я сама. Не передавала бы. Почему? Не доверяю. Сейчас мошенников много. Это мои личные права, которые защищены законом. Отказаться от обработки персональных данных может любой человек. Каждый сам вправе сделать выбор. Существует статья 9 Федерального закона о персональных данных, в которой говорится, что субъект персональных данных, то есть это физическое лицо, принимает решение о передаче персональных данных, также о сборе, хранении и так далее, только по своему желанию, свободно и в своих целях. В перечень персональных данных, которые запрашивают управляющие компании, входят фамилия, имя, отчество субъекта, пол, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации, контактный телефон, информация о количестве лиц, зарегистрированных по указанному месту жительства. Чтобы подписать соглашение на обработку персональных данных, нужно обратиться в свою управляющую компанию. Жители города могут не беспокоиться, информация всегда будет в безопасности и под запретом для третьих лиц. Альбина Хасаншина, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.